И вот мы с вами прибыли в третье место нашего очередного турне Шиловичи, Гнездна и Свислач. В Свислач мы с вами находимся, но опять же повторюсь, это не районный центр, это агрогородок, как его еще называют иногда СПК Свислач, там совхоз Свислач и так далее. Он находится в Гродненском районе. Вот мы с вами его и посмотрим. А сзади меня находится усадьба Красинских, которая была построена в 1912 году. В общем, мы сейчас все это и посмотрим. Не переключайтесь, будет интересно. Поехали! Ну вот, по сути, мы с вами находимся в центре агрогородка. На самом деле, про эту усадьбу не очень источники пишут. Известно вот только, что она построена в 1912 году. На самом деле, для усадьбы, как в начале 20 века, ну единственное, я могу вспомнить только, что в это время была построена в Желудке, которым мы с вами недавно посещали. А так, это, говорю, достаточно большая редкость, что она построена не так уж давно. Ей на данный момент всего лишь 112 лет. Монументальное трехэтажное здание с надстроенной мансардой расположено в глубине парка, как мы с вами видели. Центральный вход украшали колонны и широкая лестница. Над входом есть надстройка с балконом. Помимо жилого дома, также в комплексе были сельскохозяйственные постройки, дом для рабочих и конюшня. Но, к сожалению, этого практически ничего не сохранилось. Помимо усадьбы, только вот в деревне сохранился дом помещиков. На данный момент это жилое здание. Обратите внимание здесь, как выглядит дверь. Прям какой-то вход в музей. Значит, богатый сельсовет здесь. Приямки какие-то здесь тоже все отделано. Ну и здесь вот табличка имеется, что на территории сельсовета Свисович когда-то находился Гродинский подпольный РК КПП, секретарь Дайнека в 43-44 году. И здесь также, вот здесь видите, какие скамейки здесь отделаны. Очень здесь, на самом деле, здорово ухожено. Прямо как реально какое-то Свисовичское царское село. На данный момент здесь находится СПК Свисович. Здесь также имеется и музей СПК Свисович, Дом культуры и отделение Беларусь-Банка. Вот другая сторона. И вот он находится на берегу реки Свисович. И посмотрите, какая она здесь широкая. Это та река Свисович, которая протекает в районном центре Свисович. Потом она протекает по государственной границе Беларуси и Польши. И она здесь, вот в этом агрогородке, впадает в небо. А точнее, в Гродницкое море. Мы с вами здесь тоже его посмотрим. Камень также имеется СПК Свисович 60 лет. Но 60 лет было, как вы видите, в 2004 году. Здесь надо поменять. В этом году получается СПК Свисович уже 80 лет. Ну и обратите внимание, какой огромной величины камень. Единственное, тут только вот срезали, где надо было написать. Название СПК Свисович. Здесь даже подписаны некоторые деревья. Например, клён красный охраняется законом. Скамейки вот такие вот тоже здесь сделаны. Даже обратите внимание, какие здесь мусорки. Ну и также имеется памятник воинам-освободителям. Ну и вот мы с вами приехали к реке Свисович. Видите, здесь такие волны. Она здесь вот так вот широко раздевается. И вот в том месте Свисович впадает в Неман. Это мы с вами находимся в южной части Гродницкого моря. Мы с вами на нем были. Я здесь снимал. Ну точнее на той стороне. Вот та вот деревня, которая называется Новоселки. Я там вам ее и показывал. Там селюки, новоселки. В общем, по тому видео вы можете посмотреть по подсказке выше. За 2018 год. Тоже такие же волны, но так как сегодня сильный ветер, понятное дело они имеются. Ну вот я подъехал чуть-чуть поближе. И вот в такой вот здесь вот маленькое такое горлышко. Как-то, не такой же метров сто, я думаю. Это так, плюс-минус. Вот Свисович впадает в Гродницкое море. Он же неман. Здесь ширина неман на километр, даже может быть больше. Ну и вот те две деревни, которые мы когда-то снимали. Ну, с той стороны про Гродницкое море. Селюки и чуть дальше Новоселки. Ну вот я подошел до этой вот полосы. Здесь нельзя, видно, проезжать маршрут. Тут, видите, как это забор тут даже поставили специально. И, судя по всему, по этой табличке здесь, возможно, обитает здесь вот эта вот птичка-зимородок. Давайте попробуем до конца дойти до этой полосы. Ну, единственное, сейчас вот покро достаточно здесь подболочено. Но вот по этой тропинке, я думаю, мы с вами и дойдем. Здесь вообще как-то даже перебахано. Ну, опять же говорю, надо специально, чтобы сюда не заезжали машины. То есть пешком идите тут, ну, на велосипеде уже в крайнем случае. А так все, все остальное сюда запрещено. Ну, и вот даже сейчас на данный момент. По левой стороне у нас Свислочь. По правой. Ну, и вот мы с вами подошли на место впадения реки Свислочь в Неман. Там какие-то даже камни совершенно наложены. Может быть, здесь какая-нибудь была раньше мостовая здесь. Но это я уже вам сказать не могу. Ну, в общем, я рассказывал уже в начале видео про Свислочь. Это та самая, которая начинается в районе районного центра города Свислочи. Течет по государственной границе. И вот здесь она впадает в Неман. Скорее всего, вот здесь Свислочь также разделась, когда построили Гродненскую гидроэлектростанцию в 2012 году. Так что она здесь тоже стала такой вот широкая в этой местности. А вот уже на самом нем они волны гораздо крупнее. Интересно, что на эти таблички написано. А, река Свислочь. Ух ты, это, наверное, судоходцы, я так понимаю. Чтобы понимали, какая здесь река впадает. И чтобы не запутаться. Допустим, вот плывет оттуда, да, судно. И вдруг оно резко захотело налево. А надо плыть вот туда. Ну и волны присутствуют. Да, мы с вами видим родные места. Грубо говоря, на той стороне вот этот вот Делес, это полуостров, так как он умывается тремя сторонами. На юге, западе и на востоке. Оттуда можно ехать только в одну сторону Нассиа. Ну и непосредственно Неман уже течет вот туда. Там дальше впадает вот в том месте вроде как река Котра. И дальше уже там недалеко находится и гидроэлектростанция. Конечно, дорогие друзья, сюда лучше приехать, когда тепло будет, летом. Ну, не знаю, здесь нет каких-то таких вот оборудованных пляжей, чтобы здесь искупаться. Поэтому, ну, все равно. На Грунинском море нигде нет оборудованных пляжей. Такие только сами сделаны, как говорится, из подручных средств. Я и на той стороне тоже самое. Все говорят, говорят, что что-то сделают здесь. Но, как мы видим, за эти годы так ничего и не сделано. Но все равно я вам советую, если кто-то даже порыбачить, хотя тут и рыбаков сейчас хватает, приезжайте, когда более тепло. Не так, как я приехал в конце марта. Ну вот еще можно назвать одну из достопримечательностей агрогородка Свислоч. Это Костел Божьего Милосердия, который был построен совсем недавно, 22 года назад, в 2002 году. Ну и также имеется здесь храм Воздвижения Креста Господня. Тоже, как мы видим, современный храм. Получается, церковь здесь находится по левую сторону реки Свислоч. Она находится уже там вот. А Костел находится по правому берегу. Ну а завершаем мы с вами здесь, на мосту, который проходит через Свислоч. Сзади мы опять с вами видим Гродницкое море, которое мы сейчас с вами посещали. И вот здесь мы с вами и завершим наше очередное турное Шиловичи, Гнездно и Свислоч. Ну а с вас лайк, подписка, колокольчик. Всем удачи, бегите, пока-пока. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok